Мы с вами начнем с того, что вообще такое личный бренд, и почему именно я сегодня про это вам рассказываю. В первую очередь, наверное, потому что это очень актуальная и на сегодняшний день очень востребованная тема, которой многие озадачены, как его выстроить правильно, корректно, чтобы он работал на пользу, каким образом вы можете на это влиять, что формирует ваш личный бренд, и в первую очередь нужно ли это делать всем и каждому, либо это, по большому счету, такая абсолютно органическая история, вытекающая из темперамента или из свойств характера, и, возможно, не каждому это подходит, не каждый человек готов быть публичным и представлять свою компанию вот так, face to face, грубо говоря. Я признаюсь откровенно, про личный бренд узнала, наверное, года два-два с половиной назад, когда меня пригласили выступать на конференцию и попросили рассказать про личный бренд. Я тогда очень удивилась, потому что для меня это история, которую я не создавала, та вещь, которой я специально не занималась, не привлекала никаких специалистов, не изучала дополнительную какую-то информацию по этому вопросу. Это абсолютно моя органика, я всегда откровенно делилась своим опытом и считала почему-то нужным про это рассказывать. И, по большому счету, аудитории было это интересно, поэтому я, в принципе, сама того не ведая и сама того не зная, создала и сформировала довольно сильный личный бренд. Сегодня я уже могу об этом говорить уверенно. Так вот, давайте перейдем к следующему слайду. Что же такое личный бренд? В первую очередь, это самая главная, наверное, ассоциация, которая возникает в вашей голове, что это репутация. Это вот ваша личная репутация перед вашей аудиторией, перед вашими клиентами, покупателями, гостями. И формируется она, в первую очередь, из двух таких основных ключевых моментов. Это кто вас знает и что о вас думают. Я для себя определила очень просто. В первую очередь, это, наверное, личный бренд, это такой информационный шлейф, который остается после вас в умах вашей аудитории. Вы должны четко понимать, с чем вы ассоциируетесь, про что вы, потому что зачастую довольно распространенная ошибка очень многих начинающих предпринимателей, которые в этом направлении двигаются. Они считают, что важно очень, ну вот такая ключевая ошибка, важно просто транслировать. Не важно что, важно часто мелькать, везде мелькать и что-то говорить. Но тут это иногда оборачивается боком, потому что вы должны четко понимать, про что вы и интересно ли то, о чем вы, в вашей аудитории. Поэтому вы, соответственно, должны знать, кто эта аудитория, которая вас смотрит, слушает и потребляет ваш продукт, для кого вы создаете этот продукт. Поэтому вы должны эти два основных вопроса для себя определить и на них ответить довольно четко и сформулированно. Если спросить, не знаю, там в городе, с чем я ассоциируюсь, в первую очередь люди скажут, что с круассанами. А круассаны – это леники, это стало уже именем нарицательным. И в ближайшей перспективе мы планируем сотрудничать с большой сетью гипермаркетов «Табрис». Я буду ставить им производство под моим личным брендом круассанов от «Эленики». Компания «Магнит», узнав про это, тоже предлагают посотрудничать в этом же ключе. И мне, конечно, очень хочется, чтобы хорошие круассаны, качественные круассаны, они ассоциировались с моим именем. Почему бы и нет? Я очень много для этого работала. О том, что я для этого сделала, я тоже далее расскажу вам. И очень важно знать, кто ваша аудитория. Я точно понимаю, что это такие же люди, как и я, которые интересуются, которые пытливы, которые путешествуют и которым интересно качество жизни. Они не гонятся за какими-то трендами, они больше про суть, они про форму и не про подражательство. Поэтому личный бренд развивать нужно и важно, потому что вы привлекаете себе подобных. Через личный бренд вы гораздо проще и легче транслируете вашу основную мысль, ваш основной посыл. Я четко понимаю, что для формирования личного бренда мне помогали и помогают проведение мастер-классов. Довольно активная моя такая социальная позиция в соцсетях. Я довольно откровенно рассказываю про свои ошибки и неудачи, про планы на будущее, которые могут даже не реализоваться. Всегда гласность, она во многом помогает. И я всегда не просто транслирую, но мне всегда очень интересно, что в сухом остатке остается в сознании моей аудитории. Что они думают про меня, что они думают про тот продукт, который я даю. И я не просто интересуюсь, а для меня это инструменты, благодаря которым я могу влиять на будущий результат. Я получаю эти данные, получаю эту возможность и могу этими инструментами формировать еще лучшее впечатление о своем продукте. И не только впечатление, а в принципе непосредственно и качество самого продукта. Но для меня это было абсолютно интуитивно. Я не скажу, что я специально прибегала к формированию личного бренда. Это происходило интуитивно. И позже уже анализирую, готовясь два года назад к презентации на эту тему, я понимала, что чем более активно вы коммуницируете, это вот такой нетворкинг, чем больше точек соприкосновения с конечным потребителем у вас будет, тем лучше для формирования вашего бренда. Далее, я очень хочу рассказать вам, что тема личного бренда очень популярна, и она довольно востребована сейчас. Но не надо отбрасывать и те компании, которые прекрасно существуют и без сильной личности руководителя. Все зависит от того, какая модель просто ближе вам. На своем собственном примере, мне кажется, просто личные примеры, они всегда нагляднее и понятнее. Я могу сказать точно, что в рамках нашей компании мы можем уживаться с партнерами при наличии разных взглядов. Ну, то есть я, как человек такой единоличник, мне очень нравится держать фокус внимания на себе. Я очень тщеславна. Мне, конечно, нравится нести персональную ответственность перед своими гостями и отвечать самостоятельно за все ошибки, которые совершает компания лично. Есть второй партнер, который считает, что сильная личность руководителя – это вторично. Очень важно выстроить сильную команду, сильные системы и рабочий процесс отладить таким образом, чтобы это не было сфокусировано на какой-то одной персоне. В данном случае на мне. И вот это постоянная дискуссия между нами, потому что мы, с одной стороны, видим плюсы в том, что у нас довольно сильная личность руководителя, и мы ассоциируемся у аудитории с определенным человеком, со мной. Но, с другой стороны, мы понимаем, что побочные эффекты, они тоже есть, и они стопорят наше развитие. Об этом я сейчас далее вам расскажу. Давайте приведу пару примеров компаний, которые сфокусированы на сильной личности руководителя. Это, несомненно, первое, что всплывает в наших умах – это компания Apple и Стив Джобс, потому что это жирное равно между Стивом Джобсом и компанией Apple. Есть компания WB, она еще пока есть, но, в принципе, это вот такой пример, когда в момент, когда был сильный глава компании, Валициана Цаффман, которая транслировала через свои презентации, огромное количество было у нее интервью, она транслировала кофейную культуру, она говорила о том, что это важно развивать, она транслировала свои идеи и свою философию. И компания WB была сильной на рынке. Если говорить про кофейный рынок, они были лидерами однозначно, несомненно, потому что они были и про глубину, и про качество, и при этом довольно быстро масштабировались, очень быстро и динамично выросли. Они привлекали за счет сильной личности и ее идеалов, классных специалистов, очень крутых специалистов. Они выступали на всевозможных площадках и были довольно конкурентны. Но в тот момент, когда глава покинула компанию, все сошло на нет. Вот они сейчас не вызывают никакого интереса ни со стороны инвесторов, ни со стороны партнеров, ни со стороны франчези, и, к сожалению, эта история, мне кажется, уже закрыта. Если говорить про компанию Сельдерей, ее основатель здесь, я просто люблю рассказывать про свои ошибки, потому что они для кого-то могут быть полезны. И знаете, как в поговорке, кто-то умный учится на своих ошибках, а мудрый учится на чужих. Так вот, будьте мудрыми, не будьте умными, как я. Если мы говорим про Сельдерей, то здесь, на самом деле, в первую очередь, этот бренд ассоциировался со мной. Если что-то происходило не так, то всегда у гостей была возможность напрямую написать мне, сообщить мне об этом. И на моем опыте была такая ситуация, когда мы продавали бизнес, и, по сути, продавали работающую, действующую модель. Уже с готовым трафиком, с готовым персоналом, с прописанными технологическими картами, с готовой базой поставщиков. Полностью упакованный, работающий, успешный бизнес. Но в момент моего выхода из него, к сожалению, компания была, ну вот, именно это заведение было обречено на крах и закрылось. Поэтому здесь палка двух концов. С одной стороны, вы довольно быстро и динамично взлетаете, а с другой стороны, есть побочный эффект в виде абсолютно неожиданного, ну, если вдруг по каким-то обстоятельствам ослабевает личный бренд руководителя, то, к сожалению, компания теряет свои баллы и очки в глазах своей аудитории. Если говорить про силу личного бренда, я, на самом деле, люблю не только про ошибки свои говорить, но люблю хвастаться. Вы это еще сегодня заметите. Вот. Я, ну, по большому счету, вижу массу преимуществ в этом, потому что вот ближайшая ситуация, почему я сегодня здесь вот из Турции, а не там с вами вместе в офлайн вещании, только благодаря личному бренду. У меня была намечена поездка, но меня два дня назад не выпустили из страны. На таможне задержали, развернули и сказали, что, милочка, езжайте, отдыха вам не видать. Обидно, конечно, но я прекрасно понимала, что что-то я, что-нибудь да я придумаю. И благодаря просто силе личного бренда, благодаря тому, что кто-то на меня подписан из влиятельных там зрителей и гостей, они поспособствовали, посодействовали, и довольно быстро вопрос решился в мою пользу, и я все-таки смогла улететь. Не будь этой возможностью, уверяю вас, я бы там стояла перед вами и вещала бы с грустным лицом, потому что путевка бы моя накрылась. Поэтому масса плюсов в том, что вы транслируете через свои соцсети вашу какую-то позицию, потому что она может импонировать очень многим. Здесь, конечно, лучше задуматься о сути. Очень важно, чтобы ваши взгляды, они были, ну, по сути, правильными и хорошими. Тогда гораздо больше отклик, вы тогда поймете, кого вы привлекаете, вы будете привлекать себе подобных людей. Теперь давайте поговорим про другие примеры. Есть примеры компаний, которые не строятся на личном бренде. Мы знаем компанию McDonald's. Из всего того, что можно сказать про личности, которые ее основали, это, наверное, только в момент, когда она запускалась. На сегодняшний день мало, мне кажется, людей, которые знают, кто стоит во главе компании, чем, в принципе, он дышит и о чем он думает. Для большинства людей это неинтересно. Интересный масштаб, интересная работа, интересная эффективность этой компании, но ни в коем случае не личности, которые за этим стоят. Если мы говорим, к примеру, про Аркадия Новикова, это довольно широко известный ресторатор, который, в принципе, масштабируется благодаря своему личному бренду. Он находит партнеров, которые даже далеко ходить не нужно. В подтверждение силы его личного бренда можно просто сфотографировать парадный вход в его заведение, где стоит его картонная фигура, зазывающая, приглашающая зайти вовнутрь. Это, наверное, уже о многом говорит. Поэтому и у одной модели, и у второй есть свои плюсы и минусы. В первой модели, ну и, в принципе, большинство людей, сторонников, обезличенных компаний, которые считают, что главный результат, неважно, кто за этим стоит. Плюс, несомненно, в том, что компания более... Ну, в продаже и в дальнейшем развитии и масштабировании она проще, потому что она не завязана на какой-то одной личности. С другой стороны, ее противники этой версии говорят о том, что личный бренд позволяет гораздо быстрее масштабироваться, гораздо быстрее привлекать ненамышленников, партнеров и инвесторов, для того, чтобы развивать там сеть заведений. Давайте с вами разбираться, что же все-таки лучше и приоритете. Итак, по поводу, ну, основных ключевых секретов развития личного бренда. Мне кажется, на сегодняшний день это уже не секрет, что это по большей степени личный бренд – это не сколько блажь и дань моде, это уже необходимость. Вы должны понимать прекрасно, что люди доверяют больше человеку, конкретному человеку и его идеалу, нежели чем какой-то обезличенной компании либо организации. Итак, что мы с вами получаем, если мы говорим с вами о доверии. Есть, кто-то решил за меня попереключать презентацию. Это уже не гипотезы, это уже доказанные факты, что большинство людей доверяет человеку, а не бренду. 92% доверяют больше рекомендаций людей. И уверяю вас, из уста просто как сарафанное радио будет передаваться информация о вас, потому что вы личность, и вас гораздо проще запомнить, чем какую-то обезличенную компанию. 82% с большей вероятностью будут покупать у той компании, у которой есть активный руководитель в соцсетях, за которым они могут проследить, за которым они могут наблюдать и мысли, которые они могут сочетать. И 77% отдадут предпочтение той компании, где соцсеть успешно ведет именно владелец. Вы не представляете, какой вау-эффект производит на наших гостей информация о том, что до недавнего пора в соцсети вела я непосредственно лично, отвечала на все сообщения, обратную связь лично. И на сегодняшний день даже через мой личный Инстаграм-аккаунт приходит довольно большое количество обратной связи. Вот об этом я, в принципе, вам расскажу, для чего нужен личный бренд. В первую очередь он привлекает правильных клиентов. Если мы говорим про маркетинг, упаковку, я на собственном горьком опыте, я же говорю, я человек не мудрый, а умный, я эмпирически до всего заходила методом проб и ошибок. И я всегда стояла на том, что продукт все, упаковка ничто. Вот есть хороший, качественный продукт, и он по большому счету сам себя продвигает. Ему не требуется больше ничего. Рассуждала, так рассуждала, до тех пор, пока в моей команде не появился сотрудник, который маркетолог по образованию, который довольно шарящий в этой сфере. И спустя полгода он открывает заведение с похожим форматом, буквально в двух кварталах от меня. И все бы ничего, я думала, ну, меня же люди знают, меня же люди любят, и от меня они никуда не уйдут. Но по большому счету случилось так, что когда я пришла к нему и увидела, что все то, что я недоделывала, все то, что я считала вторичным и неважным, и то, на что, в принципе, на мой взгляд, гости не обращают внимания, он допилил. Он взял мой продукт, мою концепцию, он видел, что она востребована и уже обкатана. И просто допилил ее какими-то классными маркетинговыми штуками, хорошо упаковал, красиво сделал, абсолютно инстаграммабл, приходили блогеры, фотографировались, гости делали большое количество репостов, потому что интересный интерьер и классные карточки, фотокарточки получались. И в тот момент я задумалась и поняла о том, что зачем я противопоставляю эти два аспекта, зачем я противопоставляю продукт и упаковку, когда упаковка, по сути, это ваше средство коммуникации с потребителем. Если упаковка понятна, прозрачна и, прозрачна, условно, доступна для потребителя, вы гораздо проще можете продвигать ваш продукт. Пусть продукт будет хорошим, это не означает, просто у нас, я уверена, что и большинство из вас, я бы могла сейчас там позадавать вопросы, немножко активизировать аудиторию, но я вот, к сожалению, не вижу, поэтому просто буду вещать. Большинство людей считают, что хороший качественный продукт можно не упаковывать, а многие считают, что если красивая упаковка, то, наверное, там продукт с дерьмецом. Почему-то так, мы всегда, наверное, это ментальность наша такая определенная, мы всегда ищем подвох, если все хорошо упаковано, что, видимо, что-то там не то. Но надо это сознание перебарывать, переламывать, и мы, по большому счету, не правы в том, что противопоставляем эти два аспекта. Может быть классный, крутой, качественный продукт, а еще, представляете, классно упакованный, чтобы он сразу, гость понимал, про что он. Упаковка – это не про красоту, упаковка – это про восприятие, это про то, чтобы вы точечно находили свою аудиторию, которая сразу считывала бы потребность в вашем продукте, и вы бы сразу коннектились. Поэтому, если говорить про личный бренд, это такая же составляющая упаковки, которая необходима для коммуникации с вашей аудиторией, для того, чтобы ваш продукт был понят лучше и правильнее. Поэтому, если мы говорим про преимущества и для чего нужен личный бренд, это, конечно, в первую очередь про то, что вы будете привлекать правильных клиентов. Ваша аудитория через ваш личный бренд, она будет понимать, про что вы. Кто вы, про что вы и про что идеалы вашей компании, про что ваш продукт, и будут притягиваться именно эти люди. Вы не представляете, насколько это ценный навык, когда я вижу, какие гости приходят в наше заведение, в Заноузу, в Сельдерей, я понимаю, как круто, ведь они абсолютно соответствуют моим взглядам и убеждениям. Они понимают, почему круассан должен стоить 150 рублей, а не 38, как в других местах. Они понимают, почему за круассаном надо ехать из другого конца города специально за ним, потому что они не идут на компромисс и не покупают что-то более доступное, в шаговой доступности рядом с домом. Поэтому это несомненный плюс и преимущество личного бренда в том, что вы привлекаете нужных вам клиентов. Далее. Что касается привлечения, вы понимаете прекрасно, что здесь гораздо больше точек касания через ваши соцсети, через ваши коммуникации и через ваш личный бренд. Но вы будете привлекать не только клиентов, вы будете привлекать и сотрудников. А это, поверьте, на сегодняшний день после пандемии, когда многие, в принципе, ушли в какой-то онлайн. Почему говорю какой-то? Потому что я человек очень темный, дремучий, и для меня онлайн это что-то несусветное. Я же говорю, я благодарю за опыт, что я сегодня провожу конференцию именно в этом формате. Очень многие ушли из профессии, и сейчас кадровый голод. Многие отрасли наблюдают такую картину, что сложно найти хороших, качественных специалистов и готовы платить уже совершенно другие деньги, но найти и удержать этих сотрудников на нерабочих местах очень сложно. И как раз-таки в этом вам хорошим подспорьем будет ваш личный бренд. Люди приходят на людей, и люди вдохновляются людьми, и они готовы следовать вашему личному примеру. И это существенно облегчит работу ваших HR-специалистов. Далее. Легче справляться с возражениями и негативной обратной связью. Это просто бинго. Это такое комбо, я не знаю, только ради этого, в принципе, надо формировать свой личный бренд. Я делюсь своим горьким опытом, когда мы запускали первую занозу, у нас понятия не было вообще, каким образом работать в формате официантского обслуживания. То есть до этого было заведение сельдерей с самообслуживанием, таким очень лайтовым стрит-фудом и быстрым форматом питания. А тут совершенно другой уровень заведения. И у нас было очень много ошибок. Очень много и тотальных каких-то совершенно провальных вещей, после которых я была уверена, что гости к нам не вернутся. Но благодаря доверию, благодаря лояльности, благодаря тому, что гости, в принципе, готовы были закрывать на многие вещи глаза, потому что им было не все равно. А, я прошу прощения, я не видела ваши вопросы. Да, я чуть позже, если можно будет, на них отвечу. По поводу ошибок, лично бренд позволяет с этим работать легко. Я просто вспоминаю период открытия первого бара, когда я сидела, ну, кроме того, что я работала в сменах с 6 утра до 11 ночи, потом я приходила и просто сидела на кухне, печатала сообщения бесконечные, долгие, как простыни, гостям спрашивала их обратную связь. Я понимала, что благодаря этому я понимаю, куда двигаться, я понимаю, над какими местами надо работать. А гости видят, что мне не все равно, что я там в 12-м часу ночи встречу им сообщения, они готовы были дать старый шанс, они готовы были прийти еще раз. Поэтому это, безусловно, самое лучшее преимущество, которое вы можете получить. Редика, я прошу прощения, у вас осталось ровно 3 минуты на завершение доклада, и потом у нас еще вопросы из зала. 3 минуты и вопросы из зала. Спасибо. Смотрите, по поводу узнаваемости еще скажу очень коротко. Вы на самом деле, благодаря личному бренду, будете выделяться среди большинства, среди массы предпринимателей. И если будут говорить там ваше имя, будут сразу, к примеру, говорят про какой-то продукт, и сразу будет ассоциация именно с вашим именем. Потому что людям так проще. Вы должны оставаться в их умах и головах. И, конечно, в плане развития вы привлекаете гораздо больше партнеров. Потому что транслируя свои взгляды, вы привлекаете людей, которым это интересно, которые готовы в это вкладывать, которые видят. Это такой некий фильтр. Вы привлекаете гораздо большее количество людей, которые соответствуют вашим убеждениям. Далее. Я просто говорю о своих таких триггерах, проблемах, с которыми я сталкивалась. В первую очередь, это тот ступор, к которому я подошла. Я наконец поняла, что да, мы привлекаем большое количество финансов. Инвесторы, партнеры, франчези. Очень много запросов на развитие, но я понимаю, что я не могу разорваться. Вот это основная проблема личного бренда. Вы понимаете, что все завязано на вас, а что с этим делать дальше, вы не знаете. Потому что все хотят, чтобы в каждом заведении была еленика. Вот если сегодня еленики здесь нет, то значит гречка сегодня невкусная. Если еленики там нет, то круассаны сегодня не такие, как при еленике. Притом не важно вообще, пеку я круассан сегодня или нет, важно, чтобы я просто там была. Поэтому для меня долгое время это было таким основным вопросом, как это побороть и как с этим справиться. Потому что вроде бы все люди адекватные, все вроде понимают, что я не могу быть в четырех заведениях одномоментно, но всем хочется немножечко еленики в каждом заведении. Поэтому я поняла, как с этим работать. И самая ключевая информация, которую я сегодня вам хотела рассказать, это, конечно, не бояться делать сильный бренд ваших сотрудников. Вам необходимо формировать сильную команду. Сильную команду единомышленников, людей, которые близки вам по взглядам и идеалам, людей, которых вы готовы выдвигать на фронт, на первый план, чтобы люди знали, ассоциировали это заведение, и в том числе с этими ребятами. И да, возможно, они уйдут и откроют собственное дело. И у меня были такие примеры. Но в конце концов, самое страшное и опасное, не бояться того, что ваши сотрудники разовьются как люди, как личности. А бояться того, что они останутся немножко недоразвитыми и останутся с вами. Так что, выбор всегда за вами. У меня все. Задавайте вопросы. Спасибо. Мы топим за доразвитых сотрудников. Итак, друзья, если есть в зале желающие задать вопрос, так, пожалуйста, иду к вам в микрофон. Эленика, нас слышно хорошо? Я правильно ударение ставлю? Хорошо, что спросили. Нет, неправильно. Я вечером на горохе отстаю полчаса. Как правильно? Хорошо. Эленика? Эленика. Эленика. Все, хорошо. Вопрос из зала. Эленика, привет. Меня зовут Андрей. Добрый. С чего начать, если ты, ну, как и все люди, просто когда-то вел свой инстаграм, выкладывал какие-то истории, делал то, что, в принципе, ты считаешь прикольным? Но если это повернуть в личный бренд, с чего начать? Какие-то, может быть, есть шаги, инструменты, которые, ну, скорее всего, всем придется пройти? Да, однозначно. Ну, я со своей стороны могу посоветовать… У меня самый наглядный пример сейчас, пример моей мамы. Она эрудированная, она имеет, ну, невероятно какое-то чувство юмора и самоиронию, но она очень боится. Ну, при том, она всегда корректирует меня и мои посты, знает, как правильно, но почему-то боится вести свой инстаграм. И я сейчас прям рьяно стою на том, чтобы она, наконец, раскрепостилась и начала вести свой личный аккаунт, потому что, ну, и ей это важно, она является там коучем, и ей для продвижения это необходимо. В первую очередь, самый главный совет – не бояться казаться смешным и нелепым. Люди любят понятных и простых людей, и вы найдете себе подобных. Поэтому не бояться, просто взять за правило. Иногда бывает, кажется, что нет, ну, тут даже рассказывать нечего. Ну, вот про что я буду транслировать. Гласность – наше все. Вы начнете, вы втянетесь. Самое главное – не бояться. Сейчас очень классный инструмент в виде Reels, который сам инстаграм, во-первых, для себя должен определить ту площадку, на которой вам проще коммуницировать со своей аудиторией. Вы должны понять, где ваша аудитория сидит. Может быть, ваша аудитория – это аудитория контакта там, либо ютуб-канала. Но я четко понимала, что вся моя целевая аудитория находится в инстаграме. Для меня это такой очень мощный инструмент продвижения. Поэтому я за то, чтобы вы определили важную для вас и нужную площадку, а далее использовали инструменты этой площадки. В инстаграме сейчас очень мощно заходит Reels, их инстаграм сам продвигает и добавляет вас в топ. Вы просто пробуете. Самое главное – не бояться. Вы прям пробуете, смотрите, что… и анализируете. Делаете – анализируете, делаете – анализируете. И никогда себя не осуждаете. Ничего страшного не произойдет. Спасибо большое. Так, главное – не бояться и действовать. Есть еще? Да, естественно. Как я мог даже не сомневаться? Внимание, вопрос от парня по имени Артем. Спасибо, очень познавательно и как бы очень информативно. И пока я вас слушал, я вспомнил Пушкина. Значит, там Евгений Онегин. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Но не факт, что вы, вам эта заноза будет всю жизнь, как бы не будет вас беспокоить. Может случиться так, что вы после занозы там захотите, я не знаю, наступить на кнопку, там, ну, что-то еще придумаете, там, пирсинг в ухе и так далее. Что будет, если вы резко поменяете сферу деятельности? Допустим, из-за нозы уйдете там, я не знаю, в обслуживание вентиляции. Вообще легко. На самом деле, из-за нозы – это уже смена сферы деятельности. У Артема просто вакансия открыта, поэтому он на всякий случай прощупывает почву. Я, на самом деле, вообще легко. Я всегда за новый опыт. Я вам более того скажу, я работала очень долгое время в фармацевтической сфере. Я работала в фармацевтической компанией международной. И, ну, по большому счету, вообще битом и не пахом. Поэтому менять сферу деятельности для меня – это абсолютно нормальная вещь, естество. И даже сейчас я не циклюсь. Я понимаю прекрасно, что самое главное для меня – да, мне нравится печь. Мне нравится печь круассана, мне нравится видеть обратную реакцию людей. Но я понимаю, что гораздо больше какая-то такая более глубокая миссия, глубинная во мне есть. Мне очень хочется помогать. И я готова помогать в разных сферах людям, если я понимаю, что я там нужна, есть в этом потребность. И не имея значения, в какой сфере вы находитесь, самое главное – транслировать ваши мысли, которые вот сейчас вас одолевают. Самое главное – быть честным. Вот если вы честные, то я уверяю вас, аудитория ваша вас найдет и вас за это полюбит. Поэтому и это такая поддержка, и такое подспорье, пусть я там не миллионный блогер, далеко вообще, далеко не миллион. Но я понимаю, что в рамках Краснодара я получаю колоссальное количество преимуществ по сравнению с теми, кто занимается тем же самым. И, возможно, даже более упорно там и лучше это делают, допустим. Не факт. Но я понимаю, что благодаря лояльности своей аудитории, благодаря личному бренду я получаю массу преимуществ. Поэтому мне страшно абсолютно менять сферу, это не имеет значения. То есть, возможно, вы скоро выйдете на рынок вентиляции. Все правильно? Я уже собаку съела на вентиляции. Если можно, контакт Артема тоже оставьте мне. Хорошо, мы пришлем.